Для того, чтобы сделать это выступление еще более интересным и требующим от меня еще большей подготовки, организаторы предложили мне рассказать об опухолях с активирующими мутациями не с позиции таргетной терапии, которая, вне всяких сомнений, является основной для этих опухолей. И мы определяем активирующие мутации не для того, чтобы выбрать тех пациентов, у которых не будет работать иммунотерапия, а для того, чтобы выбрать тех пациентов, которых нужно лечить с помощью таргетных препаратов. Так вот, сегодня в своем выступлении я должен рассказать вам о возможностях использования или дополнения уже имеющихся методов с помощью иммунотерапевтических препаратов, текущего поколения иммунотерапевтических препаратов. Речь идет про ингибиторы контрольных точек, ингибиторы PD-1, PD-L1 или CTLA-4, но, к сожалению, это новости последнего времени, комбинация CTLA-4 ингибитора и PD-1 ингибиторы, они, в общем, пока ушли в прошлое, во всяком случае, на том этапе, на котором мы сейчас находимся. И, вероятнее всего, в ближайшее время мы не будем их использовать, потому что сначала было негативное исследование НИСТИ с друголюмабом и примилимумабом, и, собственно, относительно недавно была остановлена дальнейшая работа по исследованию с неволомабом и примилимумабом. К сожалению, это, в общем, ставит крест пока на возможности применения дальнейшего этой комбинации. Возвращаясь к вопросу об активирующих мутациях, ни для кого не секрет, и все мы постоянно об этом говорим, Егенович многократно и очень ярко рассказывал нам о том, почему это происходит, но опухоли с активирующими мутациями, с драйверными мутациями, как их иногда тоже называют, это абсолютно отдельная группа опухолей, которые... Федор Владимирович, ради бога, извините, вы нам презентацию не показываете, мы просто видим только первый слайд, да, вы еще пока ее не показываете? Именно так, я рассказываю. Извините, ради бога, я просто на всякий случай. Да, все нормально. Сейчас вы мне кивните, пожалуйста, видно ли, все нормально, да? Перемещается? Да. Так вот, да, я, собственно, несколько вводных слов хотел сказать, чтобы было понимание того, к чему организаторы поставили передо мной задачу о рассказе об иммунотерапии при опухоле с активирующими мутациями. Так вот, это отдельные опухоли, которые нуждаются в отдельном лечении, мы используем отдельные приемы при них, для того, чтобы продолжить и удлинить период экспозиции к таргетным препаратам. Нюанс заключается в том, что, к сожалению, и об этом говорят многие специалисты, которые участвовали в крупных международных исследованиях первого, второго, третьего поколений ингибиторов, практически никогда эти препараты не приводят к излечению. Мы не говорим никогда, потому что в медицине бывает то, чего не бывает в жизни, вот, но реально, конечно, вот из более чем 200 пациентов, которых мы наблюдали за последнее время, ни одного пациента не было достигнуто излечения. И в этом принципиальное отличие таргетной терапии от иммунотерапии, принципиальное негативное отличие от таргетной терапии, потому что, конечно, наши пациенты, когда они идут к нам за лечением, они, в общем, ждут от нас одного, они ждут от нас, если не обещания, то, по крайней мере, какой-то надежды на выздоровление. К сожалению, никому из пациентов на фоне таргетной терапии мы такой надежды дать не можем. И в подтверждение этому результаты исследования новейших препаратов асимертенип это третье поколение ингибиторов, которые великолепно проникают через гематенцифалический барьер, которые необратимо связывают теразинкиназный домен рецепта репидермального фактора роста, которые эффективен при мутарских резистентности Т790, и, в частности, предотвращает их появление. Совершаются шаги, мы двигаемся вперед, увеличивается время беспрогрессирования, увеличивается общая выживаемость. Мы в прошлом году получили эти данные при сравнении ингибиторов третьего поколения и первого поколения. Видите, в среднем пациенты живут 38 месяцев. Те показатели, о которых мы не могли мечтать не только, когда была химиотерапия, но и тогда, когда речь шла про ингибиторы первого поколения. Но, тем не менее, большинство наших пациентов, конечно, они надеются на оказаться в хвосте кривой, в хвосте, о котором речь начала идти только тогда, когда появились иммунотерапевтические препараты. Когда мы говорим про новые поколения ингибиторов, конечно, мы многие вещи можем использовать повторно. Например, локальное лечение, лечение после прогрессирования, переход на другой вариант лечения, например, на химиотерапию с последующим возвратом к этому препарату. Но, так или иначе, новые поколения препаратов задают нам новые вопросы, ответы на которые практически наверняка позволят нам еще лучше понять биологию этого заболевания, биологию немногокречного рака легкого в целом, биологию заболевания с конкретным видом молекулярного нарушения. Например, есть предварительные данные о относительно меньшей эффективности асиммертинив у пациентов с азиатским происхождением, сравниваемых с пациентами неазиатского происхождения. Конечно, это тот вопрос, на который нам нужно еще будет ответить в будущем. Совершенствуются и другие препараты, в частности ингибиторы АЛК. Мы знаем, что уже сейчас есть ингибиторы третьего поколения, которые пока еще находятся на ранних этапах клинического изучения. Недавно был прекращен набор исследований в первом, где проводилось сравнение лорлотиниба, ингибиторы третьего поколения, единственного пока существующего ингибитора АЛК третьего поколения, сравнение с кризотинибом. Но уже сейчас мы знаем, и у нас есть окончательные данные исследований ингибиторов второго поколения, в частности АЛК, и вы увидите, что если для асиммертинибы, для GFR-позитивного рака легкого, общее выживаемое было равна 38 месяцев, то здесь время без прогрессирования, медиана времени без прогрессирования для этого препарата, она составляет 34 месяца. То есть близка к тому, чему равна медиана общего выживаемого. То есть определено это, конечно, диалоги заболеваний, определено это теми механизмами резидентности, которые возникают на фоне этой терапии. Конечно, когда мы начинаем таргетную терапию, мы практически всегда надеемся на получение эффекта. Почему? Потому что у больных, у которых наблюдается уменьшение опухоли, уменьшение опухоли на ранних этапах лечения, эти пациенты, конечно, живут значительно дольше и, ну, в общем, наверное, обладают, по сути, уникальную прогноз. У нас есть и другие возможности для того, чтобы улучшить выживаемых наших пациентов, и это, в частности, экспрессия VGF. Потому что оказывается, что на фоне таргетной терапии, таргетной терапии ингибиторами GFR, в частности, ингибиторами первого поколения, неролатиникум, именно для него мы обладаем наибольшим массивом данных об эффективности этих препаратов по больным с мутациями. Так вот, происходит изменение экспрессии VGF. И это может быть одним из механизмов, с помощью которого опухолевые клетки, оставшиеся после успешного лечения ингибитором GFR, они защищаются от дальнейшей гибели. Соответственно, блокирование растворенного леганда, снижение активности этого сигнального каскада вполне возможно может повлиять на показатели выживаемости. И у нас уже есть такие данные для биоцезумаба. Его комбинация с орлотенибом значительно повышает время без прогрессирования до 16-8 месяцев. Практически то же самое, что для ингибитора третьего поколения. Но, к сожалению, это требует визита в центр внутривенных введений, поскольку анти-VGF терапия по большей части в настоящий момент вводится внутривенно, а нинтендониб, опероральный ингибитор VGFR, он пока, к сожалению, приводит к высокому уровню токсичности, в частности, диареи. И поэтому, к сожалению, его комбинирование с анти-VGFR препаратами пока не бывает. Так вот, недавно следующим шагом стала комбинация из рамоцурумаба, ингибитора VGFR-2 и орлотениба. У пациентов с мутациями введений, что и для ДИЛЕЦИ в 19-м зоне, и для L858R было получено значительное преимущество скомбинированного лечения, что на самом деле подтверждает виденную ранее гипотезу о том, что блокирование этого пути позволяет нам улучшить результаты первой линии лечения больных с активирующими. Для того, чтобы плавно перейти к иммунотерапии, я придумал вот такой момент, нашел такой момент. Оказалось, что при исследовании материала опухолей, который был получен на фоне эффекта от лечения ингибитора матеразинкина, в частности, после неодевантного использования препаратов или на клеточных линиях, происходит изменение и состава микроокружения опухоли. В частности, происходит обогащение микроокружения опухоли иммунокомпетентными клетками. И это не позволяет нам исключить связь между эффектом таргетных препаратов и каким-то иммуноопосредованным механизмом эффекта, за счет которого реализуется их выдающееся значение. И, соответственно, на первом этапе, конечно, были большие надежды, комбинировали таргетные препараты, таргетные GFR, АЛК-ингибиторы комбинировали с антипиди-1 препаратами. К сожалению, большинство из этих комбинаций оказались очень токсичными, в частности, они приводили к высокочастоте пульмонитов, поэтому от них отказались. Тогда предположили, а что же, может быть, нам разумно использовать монотерапию антипиди-1 или антипиди-1 у больных с активирующими мутациями. И довольно скоро появились данные, в частности, вот эта вот работа, вышедшая из поистине великолепной группы из Соединенных Штатов, исследователей опухоли с активирующими мутациями, в которой было показано, что, к сожалению, эффективность монорежима антипиди-1 на порядок ниже таковой для общей группы пациентов с аденокарсономой легкой. Были сделаны, это касается и частоты объективных ответств, и времени спрогрессирования, к сожалению, для нас составляет всего 2 месяца, то есть это все больные практически, большинство из них прогрессировало при первом обследовании. Возможно, тогда было предположено, что объяснением тому является относительно невысокий уровень мутационной нагрузки и неоантигенов, которые присутствуют в опухолях, ассоциированы с драйверными мутациями. В частности, поскольку среди них встречается небольшое число курильщиков, и подтверждение этой гипотезы я расскажу несколько позднее. Надо сказать, что в крупные исследования, исследования во второй линии, попадали некоторые пациенты с наличием активирующих мутаций, в частности, Чикмейт 057, это исследование Нивилумаба, Кенол 10, это Пембролизумаб, Куплар, это Атезезумаб, ингибитор ПДЛ1. Вот если, вне всякого сомнения, анти-ПД1, анти-ПДЛ1, даже на неселектированной на основании уровня ПДЛ1 популяции пациентов, вне всякого сомнения, имеет большое значение и влияет на выживаемость, на различные показатели выживаемости. Для больных с наличием, в частности, GFR-мутации, этих данных больше всего, потому что эти мутации представляются наиболее частыми, для этих пациентов, к сожалению, такого преимущества нет, да и, в принципе, никакого преимущества нет. То есть, по большей части препараты оказываются неэффективны в этой группе пациентов. С чем же, возможно, мы можем связать вот такую вот невысокую эффективность этого вида лечения у больных с активирующим мутацией? Я обобщенно говорю с активирующими мутациями, потому что, конечно, отдельно рассматривать каждый вид активирующих мутаций отдельно представляется крайне струнительно, потому что там просто слишком мало пациентов, большинство из них получают таргетную терапию, и на фоне которых имеют довольно хорошие показатели выживаемости. Конечно, крайне сложно сравнить эти показатели выживаемости для того, чтобы увидеть какую-то разницу на фоне индивидуторов ПДЛ-1. Вот, к сожалению, тот массив данных, который есть, я не знаю, на самом деле, возможно, меня поправит, но лично мне он показал, что тот массив данных по уровню экспрессии ПДЛ-1, который у нас есть в отношении больных с активирующими мутациями, вы видите здесь собранные исследования, в которых было это показано, он включал различные мутации, GFR, наиболее частые КРАС, некоторые включали ЛК, некоторые даже включали БРАК, так вот, было показано различные данные, в каких-то исследованиях говорится, что он не отличается от общей популяции пациентов с немилкоклеточным раком легкого, в других исследованиях показано, что он может быть даже выше, например, исследований, в которых уровень высокой экспрессии. ПДЛ достигает 70% для пациентов с активирующими мутацией. Мне кажется, все это говорит о том, что, наверное, на круг в среднем уровень экспресса ПДЛ, он приблизительно одинаковый и не должен существенно отличаться для больных с активирующими мутациями. Но вот, когда Анна Сергеевна сказала нам про прогностическое значение, негативное прогностическое значение ПДЛ для немилкоклеточного рака легкого, мне, конечно, это не то, что резонуло слух, а я просто, как бы, еще со времени активирующих мутаций всегда размышлял над вопросом, а какое это имеет значение для нас. И, конечно, да, и посмотрел, оказалось, что ТТФ-1 обладает выраженно положительным прогностическим значением для пациента с адренокостиномой легкого. То есть тогда, когда у нас есть эффективное лечение и тогда, когда фактор имеет предиктивное значение, наверное, его прогностическая роль, она, конечно, уходит на второй план и, в общем, представляет значительно меньшее значение для нас, чем предиктивная ее роль. Так вот, возвращаясь к вопросу о уровне экспрессии, своеобразная точка, промежуточная, конечно, точка, будет ли следующее сказать сложно, тем не менее, было проведено большое крупное исследование, в рамках которого было проведено сравнение, в частности, вот TCGA, например, это большая работа, в которой кроме экспрессии ПДЛ была проведена оценка и других сегминированных следующего поколения, был проведен экспрессионный анализ, то есть со всех сторон были опыли оправнение, так вот, оказалось, что все-таки для пациента с мутациями GFR уровень экспрессии приблизительно такой же, как для пациентов с диким типом этих мутаций. В другом крупном исследовании он оказался чуть ниже. То есть, по-видимому, истина и правда, она где-то рядом, и, конечно, мы не можем предполагать пациента высокий уровень экспрессии, если у него есть активирующая мутация. Ну и если брать всех пациентов с активирующими мутациями на круг, то, в общем, можно сказать, что, наверное, для них уровень экспрессии все-таки будет несколько ниже. Это результаты другого исследования, проведенного во Франции, в котором было показано, что число опухолевых клеток с позитивным уровнем, чем оно относительно невысоко для пациентов с различными активирующими мутациями. И единственное исключение пациентов, которые были показаны в этом исследовании, это РОС-1, но, к сожалению, это, опять-таки, не дает нам возможности и целесообразности использовать эти ингибиторы у пациентов с транслокациями РОС-1. Так что, если взять больных с высоким, с активирующим мутацией и высоким уровнем экспрессии предъявления? То есть взять тех пациентов, у которых мы предполагаем наибольшую эффективность иммунотерапевтического лечения. И оказывается, что, к сожалению, в данном случае эти опухоли, опять-таки, составляют исключение практически выраженной эффективности этой терапии. Во всяком случае, если мы смотрим антителом, я сейчас не могу сразу наскиту сказать, как он называется, к дорволюмабу, где позитивными и высоко позитивными считаются опухоли с уровнем экспрессии больше 25%. Так вот, у этой группы опухоли, к сожалению, эффективность не настолько выше, насколько мы хотели бы видеть у больных с высоким уровнем ПДЛ-1. И, конечно, она далека от того, что мы увидели первую линию больных без активирующих мутаций на фоне терапии пембролисумаб с уровнем экспрессии больше 50%. Вторым возможным объяснением того, почему иммунотерапия оказалась не столь эффективна у больных с активирующими мутациями, это, конечно, как я уже сказал, относительно невысокий уровень мутационной нагрузки. И здесь есть несколько моментов. Во-первых, с чем связан относительно меньший уровень мутационной нагрузки у этих пациентов? На самом деле все объясняется очень просто. Драйверные мутации, GFR, ALK, ROS1, BIRAC, они появляются довольно часто на раннем этапе, то есть это ранние активирующие мутации. И то преимущество, которое дают появление этих мутаций для активности опухолевых клеток, оно настолько велико, что происходит настолько быстрая клональная экспансия, что до начала лечения опухоль представлена относительно гомогенной массой опухолевых клеток, когда вся ткань опухоли замещена GFR-позитивными опухолевыми клетками. Они говорят о том, что там нет гетерогенности. Она, конечно, там есть, и вне всяких сомнений она есть. Но, тем не менее, число различных клонов в пределах этой опухоли, конечно, меньше, чем для опухоли, где постоянно происходит взаимодействие и нету такого клона, который имеет значительные преимущества. И, собственно, ситуация драматически меняется тогда, когда мы вносим дополнительное воздействие, дополнительные эволюционные факторы, ингибиторы GFR, в частности GFR, если мы говорим про GFR-позитивные ракеты. Происходит, появляется новое давление, которое делает ситуацию обратной. И тот клон, который имел в себе мутацию GFR, это становится невыгодно эволюционно. Соответственно, часть выжившая, небольшая часть опухолевых клеток замирает. Потом она через какое-то время начинает очень-очень медленно делиться. И, конечно, в ней сохраняется геномная нестабильность, которая позволяет им накапливать мутации. И рано или поздно появляется несколько клонов, которые нечувствительны к действию этих препаратов. И, соответственно, они начинают делиться. И именно это определяет то, что опухоли резистентные к ингибиторам теразинкина имеют большую мутационную нагрузку, чем опухоли до начала терапии. И вполне может быть, я скажу об этом позднее, именно это определяет то, что мы имеем все-таки возможность, имеем нишу для использования иммунотерапевтических препаратов у больных с активирующими мутациями. Ну, вот здесь многие вещи, из которых я только что на примере картинки описал, они подтверждаются. Увидеть некоторый рост мутационной нагрузки, мутации на мегабазу на фоне терапии, гипитерами, теразинкина. Ну и, в общем, это все подтверждается в том числе и в нескольких крупных исследованиях. Исследования Института РОД и исследования DCG. Возвращаясь к эффективности монотерапии иммунологическими препаратами, монотерапии ингибиторами PD-1, потому что на настоящий момент это единственная опция, PD-1 или PD-L1, мы объединяем эти препараты вместе, это единственная опция, которая для нас актуальна по нему как качественном раке легкого. Так вот, из всех пациентов с таргетными мутациями более или менее умеренной эффективностью они обладали лишь у больных спираф мутаций. И интересно, что это уникальная ситуация для активирующих мутаций, потому что мутации Бираф принимал как качественном раке легкого, вы знаете, что это крайне редкие мутации около 1% случаев, они выявлялись как раз-таки в большей степени у пациента, который курит. И возможно, это определяет то, что там есть какие-то неоантигены, которые обладают определенной эффективностью для использования иммунотерапевтических препаратов. Буквально пару слов я скажу. К сожалению, экспрессия PD-1, на которую мы ориентируемся, в частности у больных с активирующей мутацией, вы видите здесь великолепная, это вот та же работа из Clinical Cancer Research 2016 года, вы видите, что мы не можем предсказать, каким образом изменится экспрессия PD-1 на иммунотерапии. У кого-то ее не было, ее не осталось, у кого-то она появилась, у кого-то она стала сильной, а у кого-то она наоборот исчезла. Все это говорит о том, что возможно она носит все-таки в большей степени случайный характер. И, к сожалению, конечно, принципиальным отличием иммунотерапии от таргетной терапии является то, что она показана значительно большему числу пациентов. Даже если рассматривать ограниченные критерии для ее использования, это пациенты с высоким уровнем экспрессии PD-1 больше 50%, а именно эти пациенты получают максимальную выгоду от использования иммунотерапии в первой линии. Эти пациентов значительно больше, чем больных тех, которые получают преимущество от терапии ингибиторами теразин-чин-ад. Поэтому, мне кажется, на настоящий момент между этими двумя методами нет конкуренции. К тому небольшому, вот на примере вот этого исследования, где были объединены группы, где в рамках институтов, которые проводили проспективное тестирование всех пришедших пациентов с помощью дорогостоящих современных методов сегминирования следующего поколения и выявляли минимальное количество пациентов, которые получали преимущество таргетной терапии в ходе вот такого дорогостоящего метода исследования, который применялся в самом начале. Вот, конечно, этих пациентов мы должны выделять, и, конечно, они получают определенное, наиболее значимое преимущество от таргетной терапии, которая, и у них, ни всяких сомнений, должна быть использована. Ну вот, соответственно, этот пример. Пациент в ходе крупного исследования BIFAST, это исследование, целью которого было выявить связь между мутационной нагрузкой, которая определяется по циркулирующей опухолевой ДНК и эффективностью от изолизумаба в первой линии лечения. В рамках этого скрининга в этой исследовании мы идентифицировали пациента с биров мутацией. Ну, в соответствии с рекомендациями, со стандартами, начали амутерапию доброхенибом, траметенибом, и, в общем, получили выраженное клиническое улучшение, и уже через 10 дней пациент исчезл кровохарканье, исчез продуктивный кашель. Но, к сожалению, возможно, в связи с тем, что это опухоль, которая ассоциирована, все-таки ассоциирована с курением, несмотря на наличие биров мутаций, эффект у них длится не настолько долго, насколько на других таргетных препаратах. У этого пациента фактически уже через 4 месяца было выявлено прогрессирование доболевания, появились новые узлы. Конгломерат, правда, остался довольно стабильным. И в этой ситуации мы применили исследование EMPOWER. Это пока единственное исследование, которое показало эффективность комбинированного, а именно иммуно-таргетного подхода у больных с активирующими мутациями, когда используются комбинации из 4 препаратов, отезолизумаб, хорбоплотин, паплетоксилбелосузумаб, у больных с аденокарциномой легкой и активирующей мутацией. Здесь были небольшие 2 группы из пациентов с мутациями GFR и ALP. И, собственно, это не единственное исследование, которое показало, что использование дополнения терапии иммуно-терапевтическим препаратом позволяет добиться хороших результатов в сравнении с такой же комбинацией, которую можно было бы считать стандартной для этих пациентов, которая прогрессирует на фоне таргетной терапии. Химио-таргетной терапии, биоцидумаб, пахлетоксилбелосузумаб, то же самое транслировалось в увеличение показателей времени без прогрессирования, то же самое транслировалось в увеличение показателей общей выживаемости. Насколько мы здесь увидим вот этот продолжающийся хвост, на который рассчитывают наши пациенты, надеясь, получая иммуно-терапевтические лечения, мы с вами, как я по секрету могу сказать, узнаем сегодня, потому что результаты этого исследования, результаты по отдаленной выживаемости для больных с GFR-мутацией будут представлены сегодня на АК. Не у всех однозначное отношение к этой работе, потому что все-таки больные с мутациями GFR и АЛК не были, исследований эффективности у этих пациентов, не было основной целью этой работы. Это подгрупповой анализ, к сожалению, и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Знаю, что похожая работа идет для пимброгизмаба с пиметрицетным карбоплотином, правда, я пока не знаю, и результаты, будет ли там использование настолько же эффективно. Так вот, мы применили этот подход у конкретно этого пациента с мутацией GFR и неожиданно для себя увидели, что через два цикла у него было выраженное бурное прогрессирование заболевания, увидели, насколько у него увеличилось распространение предела грудной клетки. Ну, это же все, конечно, сопровождалось нарастанием симптоматики. И это потребовало от нас назначения второй линии химиотерапии или третьей линии системного лечения. И мы пошли по пути единственного оставшегося наиболее эффективного препарата для адренокарцинома легкого пиметрицет. И посмотрите, что мы увидели. После двух циклов обратное фактическое возвращение опухоли в то состояние, которое было при прогрессировании оконимбирактора. И здесь, если быть до конца честным, мне кажется, мы отчасти можем наблюдать феномен более высокой эффективности цитостатических препаратов у пациентов после иммунотерапии. Мы несколько раз наблюдали, когда больные, прогрессирующие на фоне комбинированного с платиной режима, получают великолепный эффект на фоне монотерапии напрягимостабильного или монотерапии пиметрицетом, как в этом случае. И это, собственно, говорит нам о том, что, конечно, мы очень мало понимаем о возможностях иммунотерапии в целом. Мы недостаточно знаем о возможностях иммунотерапии у больных с активирующими мутациями. И это требует от нас, конечно, значительного расширения наших познаний и понимания того, что делать дальше. Спасибо большое. Продолжение следует...